И, действительно, мы блаженны, счастливы, что сегодня мы в Доме Божьем, и мы можем слышать Слово Господне. И, знаете, Слово будет действовать в нас точно так же, как мы к Нему относимся. Если мы считаем, что на самом деле, что когда мы ходим в церковь, мы приходим в собрания, что это благословение, что именно и хочет Бог, чтобы у нас было это чувствование, это понимание, а не только просто как обязанность какая-то, что ли. То есть, тогда, конечно же, и в нашем жизни, в нашем сердце Слово Божье, наше сердце будет по-другому воспринимать Слово, звучащее с кафедры, и оно будет по-особому действовать в нас. Потому что наше сердце, оно будет стремиться к Богу, если мы будем осознавать, что это действительно благословение, быть в воскресный день в Божьем Доме, иметь общение с братьями и сестрами, прославлять едиными устами Господа, слышать Его Слово. А не просто, знаете, как обязанность, потому что обязанность, она превращается обычно, действует как закон, если мы просто говорим, что обязанный. То есть, как закон, она применяет, и сердце человека, оно обычно где-то в другом месте, а не здесь. И поэтому, когда человек приходит с таким сердцем, просто как обязан сделать отметку о приходе своем в церковь, конечно же, тогда его сердце, оно не воспринимает так, как должно Божье Слово. Поэтому мы должны всегда заглядывать в свои сердца, осознавая и понимая, что приходим мы сегодня, да, в собрание, в воскресенье, в Дом Божий, что это для нас, в первую очередь, благословение. Мы здесь благословляемся, сам Господь нас благословляет, Он своим Словом воздействует на нашу жизнь, Он несет в нашу жизнь благословение, в наши сердца радость, мир, покой. Это то, что никто и ничто не может дать нам в этом мире. Аминь. И мы еще восхвалим Господа одним песнопением. У нас сегодня особенное служение, мы сегодня будем благословлять наших двоих братьев на диаконское служение. И у нас еще сегодня это приобщено и к дню рождения церкви, мы как бы не отмечаем его, но определяем, да, то, что нам определенный возраст. Когда-то зародилась церковь благодать, и мы будем сейчас восхвалять Господа, и тут есть такие слова в припеве. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями. Да, Он нам новое имя, нас зовут христианин, да, сделал родными, сделал друзьями. Он нас, да, не мы, вот Он нас как-то всех разных таких, да, с разным характером, образом мышления, там, ну, с какими-то судьбами разными, да, опытом жизненными. Он нас как-то соединил и сделал родными, потому что у нас один отец, да, говорит Писание. Один отец, мы родные, то есть, и друзья. Почему друзья? Ну, у нас общие цели, да, у нас общие цели, общие интересы, так можно сказать, да. То есть, у нас вот Господь, познавать Господа, жить, как Он говорит нам в Своем Слове. Или как вот тоже здесь есть в первом куплете, нашей общей судьбой стала вера живая. Она общая, да, у нас, потому что у нас один Дух, Дух Святой, как говорит Писание, который вкладывает в нас эту веру, веру в Бога. И, знаете, когда я вот этот гимн смотрю, вот читаю, пою, я всегда вспоминаю Псалом 132-й. Давайте зачитаем. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на городу, в городу Ааронову. Стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Аминь. Какие приятные слова, да? Аминь. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Ну, это был вот, этот Псалом в Ветхом Завете. Можно давать и сестры, да, потому что в Иисусе Христе нет ни мужеского, ни женского пола. Да, и братьям и сестрам... Братьям и сестрам хорошо жить вместе. На самом деле, вы говорите, мы родные, да, братья и сестры друг к другу. И вот, а почему приятно и хорошо? Здесь, как бы, дальше это первый стих, да, как хорошо и приятно. А вот дальше расшифровывается, почему, да? Потому что это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову. Стекающий на края одежды его. Аминь. Здесь говорится о церкви, да, мы видим про образ церкви, когда братья и сестры, они живут вместе, они общаются вместе, они постоянно вот сходятся вместе. И вместе вот у них какая-то жизнь происходит, да, как и у нас, когда мы славим Бога вместе и как-то участвуем в жизни друг друга. И, конечно, слышим Слово Божье. И это как драгоценный елей. Образ, тут все символично в этом псалме. Елей это образ, мы знаем, Духа Святого. То есть, это как Дух Святой на голове, да, и в Ветхом Завете, здесь сравнение идет, на голове стекающий на бороду, на бороду Ааронову. То есть, когда Бог избрал Аарона, его род, священники, Он сказал Моисею, помажь его елеем, чтобы осветить. И этот образ является, мы знаем, в Ветхом Завете Дух Святой сходил на пророков, на царей и на священников. Помажь, чтобы осветить. Так и сегодня Он церковь, да, именно церковь, не каждого из нас, да, а именно церковь, да, Он говорит, святая, праведная, моя церковь. И Он говорит, я приду за церковью. И мы знаем, что Бог специально создал церковь, да, Он не создал верующих-одиночек, Он всех верующих Духом Своим Святым, Он просто призывает в церковь. Он побуждает идти в церковь, потому что мы нуждаемся вот в этом, в общении. Потому что именно здесь, в церкви проявляются дары Духа Святого. Именно здесь. Если мы знаем первые времена, когда только христианство зарождалось, каждый из апостолов, он себе как-то вот содержал вот эти дары все, и исцеление, и чудотворение, то сегодня все эти дары распределяются в церкви между членами церкви. Тело Христа. И тут Аарон, это священник, как мы знаем, наш первый священник кто? Иисус Христос. Как драгоценный лень на голове, стекающий на бороду, стекающий на края одежды его. То есть, как с головы, да, он стекает по всему телу, так и как Христос нам сегодня, он Духом Святым всегда с нами, он в нас. И смотрите, какое обилие еле, да? Он же прям стекает полностью, стекает на все. Это очень много еле. И мы понимаем, что как Бог любит свою церковь, давая вот эту полноту Духа Святого в церкви, именно церковь. Поэтому мы должны с вами осознавать, понимать, какое-то великое благословение быть в теле Христа, быть в церкви, где проявляются дары Духа Святого. Где Бог побуждает нас молиться друг за друга, где мы изменяемся. Дух Святой Сам производит в нас действие. Когда человек, он одиночный, один, он сам изменится. Как он может измениться, да? Когда он не сталкивается с кем-то, с другим характером своим каким-то, да? То есть, мы здесь знаем, что мы друг к другу, нас точит друг от друга Бог, учит любить друг друга. А когда человек один, он как научится любить? Да никак. Он эгоистом растет и не знает, что такое любовь, не понимает. Но когда мы сталкиваемся, учимся прощать, Иисус нас учит здесь, в церкви, возрастать. Плоды Духа Святого опять проявляются, да? Здесь могут проявиться. Когда мы это осознаем, это понимаем. Это вот полнота в церкви Духа Святого. И вот дальше, третий стих. Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь. Навеки. Аминь. Знаете, как Писание говорит, чтобы нам быть спасены, нам нужно родиться от воды и Духа. От Духа Святого и от воды. От Слова Божьего, да? Мы знаем, вода, роса, это вода, это образ Божьего Слова. И как роса Ермонская. Ермон, это самая высокая гора в Израиле. Именно с нее берут исток реки, три основных реки, которые питают реку Иордан. С горы Ермон. Она насыщена влагой, она насыщена росой. И почему здесь такое сравнение? Потому что ветер, когда дует с этой горы, он вот эту росу сдувает на горы Сионские, питая вот эту гору. И поэтому там очень обильная растительность. И вот это вот сравнение идет. Опять же, где? Хорошо в церкви. Потому что сам Бог, Он открывает Слово Свое. Он здесь, через проповедь, Он питает нас, насыщает нас силою Своей, через Слово Свое, Слово Благодати. На горы Сионские. Но Сиона во времена Давида назывался Восточный холм Иерусалима. И вообще, читая Писание, мы видим, Сион это образ народа Божьего. Это образ Иерусалима, церкви, да, если мы можем так сказать. Сегодня в Новом Завете. И дальше опять же мы возвращаемся здесь в конце. На горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Там, на Сионе, в церкви. Здесь благословение. Когда мы вместе собираемся. Когда Дух Святой действует с нашими сердцами. И здесь жизнь навеки. Потому что Христос придет за церковью Своей. Так говорит Писание. Здесь Господь, Он врачует. Здесь дает нам радость. Когда мы молимся друг за друга. Участвуем в жизни друг друга. Помогаем. Служим теми дарами, которые Бог дал нам. Ведь, как говорит Писание, Он каждому из нас, да, Дух Святой распределил дары свои. В церкви. Каждому из нас дал дар, чтобы служить Ему. И получать Божьи благословения. От этого. Будучи полезными для Господа. Конечно же, это отношение должно быть всегда в нашем сердце. Это понимание, что мы не просто обязаны ходить в церковь. Не просто как закон должен пойти. Это Твое благословение. Чтобы сердце Твое, оно понимало это. И стремилось сюда, в тело Христа. Иметь общение друг с другом и с Господом. Получая от Него силы. Получая радость. Получая Его благословение. Ну, давайте мы сейчас встанем, поможем все прославить.